В этом видео продолжаем изучать шаблон MusicPlay. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Для тех, кто не знает, если у вас нет времени и вы сомневаетесь, вы всегда сможете заказать сайт у меня, позвонив мне бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Звоните и давайте обсудим ваш проект. А я возвращаюсь к теме урока. Урок номер 2. В прошлом видео я показал, как установить правильно шаблон без ошибок, шаблон MusicPlay, музыкальный шаблон для WordPress. В этом видео начинаем знакомиться уже более близко с шаблоном MusicPlay. И давайте в админке сначала посмотрим, что предлагает нам шаблон, что установилось. Вот сюда непосредственно какие возможности пункты меню. Но я их называю пункты меню вот в админке с шаблоном. То есть шаблон установили, что у нас получается. Вот здесь мы можем видеть, у нас добавляется слайдер. Это все будем разбирать в следующих видео. Testimonials – это вывод отзывов. То есть как это выводится, это все мы будем разбирать в следующих видео. То есть это все от шаблона MusicPlay вместе с шаблоном устанавливается. Evans – это событие. Артист – добавление артиста, музыканта. Это все взаимосвязано. То есть мы можем давать альбомы, музыкальные треки и привязать к ним артиста или музыкального исполнителя. Альбомы – это то, что мы будем разбирать в этом видео. Начнем, по крайней мере, в видео. Эта вкладка тоже добавляется от шаблона. Галерея, DJ Mix, радио – это все добавляется от шаблона MusicPlay. То есть если у вас был чистый WordPress, вы сразу видите здесь пополнение различных пунктов. Внешний вид. Здесь добавляются плагины, которые мы тоже рассмотрим. Они у нас не включены, не активированы. Сам MusicPlay. Идет загрузочка. Здесь разбиты настройки по категориям. Вы это видите. Их достаточно много. И это все будет разбираться позже. Почему позже? Потому что изначально у нас на сайте ничего нет. Нам нужно хоть как-то наполнить, создать страницы, создать пункты меню, добавить альбомов. И только после этого разбирать настройки. Потому что настройки вот здесь самого шаблона, как правило, это внешний вид. Какие-то социальные кнопки, там оставить прелоудер, не оставить, какой выбрать прелоудер, загрузить логотип и много чего еще. И эти все настройки лучше разбирать, когда у нас есть сайт уже как-то наполнен. И первое, что надо сделать, прежде чем мы добавим, например, альбом, нам нужно его на сайте как-то вывести. Значит, надо создать страницу. Мы переходим в страницу. Страница добавляется обычно через обычные страницы WordPress. То есть это первый шаг. Переходим в страницы. У вас по умолчанию с установкой WordPress будут вот эти страницы. Ну, их можем не трогать пока что. Давайте добавим новую. Здесь пишем заголовок страницы. Например, музыка. Также вместе с шаблоном к страницам у нас добавляются разные опции от шаблона. Вот они ниже. Мы их также будем позже разбирать. И также добавляется вот здесь вот у нас... У вас, скорее всего, будет свернуто. Найдите атрибуты страницы. Здесь очень важно выбрать, что на странице музыка будет отображаться. Это может быть альбомс. Вот эти альбомы музыкальной треки. Можно выбрать альбом в три колонки, в четыре и так далее. Вы видите, здесь есть и артист, и диджей микс. Это все пункты. Это все от шаблона идет. Здесь важный момент. То есть, если мы выводим на страницу музыку именно альбомы, значит, выводим. Ну, давайте для примера я сделаю в четыре колонки. Нажимаю опубликовать. Дальше. Если я пойду на сайт, я ничего не увижу. Но у меня чистый WordPress. Ничего нет. Надо пройти, нам будет, в меню. Внешний вид меню. Именно меню WordPress. Здесь создать меню. Здесь управление областями. Ваша тема, вот этот Music Play, поддерживает только одно меню. Выберите меню. Выбираем меню. Сохранить изменения. Пойду на сайт. Обновлю страницу. Вот они у нас. Главная. Музыка. Пример страницы. Музыка это то, что мы с вами сейчас создали. Видим только поиск. То есть, я перешел по этой странице. Естественно, у нас пока ничего нет. Первый шаг сделан. Теперь. Здесь вы решаете. Вот главная страница. Вот пока оставляем такой. То есть, что будем выводить на главный. Здесь вы сами для себя решите потом, когда шаблон изучите. То есть, я сейчас показываю на примере музыка. Но можно и главный сделать здесь, чтобы сразу альбомы выводились. Позже разберем. Я на главный предлагаю вывести позже слайдер. Как в демо-версии этого шаблона в прошлом видео показывал. И какую-то информацию. А уже музыка будет являться стилем музыки. Жанры разные. И теперь смотрим. Это у нас страница музыка. Она у нас ведет сразу на альбомы. Я немножко здесь поторопился. Я предлагаю музыку сделать просто, так сказать, переходящей ссылкой. То есть, давайте вот из меню я это сейчас удалю. Перейду. Произвольная ссылка. Вместо URL. То есть, этот пункт будет корневым. Он никуда ввести не будет. Я ставлю решетка. А название пункта меню... Будет музыка. Добавить в меню. Вот она. Пускай она будет после главной. И уже при наведении на этот пункт меню будут всплывать жанры музыки, стили, где будут уже альбомы находиться. Вот так я хочу это сделать. Сейчас я посмотрю. То есть, сейчас вот она музыка. И она у нас никуда не везет. Так и должно быть. Теперь займемся альбомами. Смотрите. Альбомы. Наводим мышь. И сначала нужно создать категории. То есть, add new album. Это добавить новый альбом. Это все альбомы. Ссылка ведущая на все альбомы. Альбом. Вот это типа категории. Еще есть альбом labels. Давайте зайдем вот в эти категории. Категории нет. Сейчас создадим. То есть, категории для клубной... Для музыки. Ну, я буду, например, использовать клубную музыку. Это может быть стиль house, электро. Ну, просто, например. Название. Я пишу электро. И нажимаю вот на эту кнопку. Все. Вот здесь вот добавляется. Абсолютно так же добавляется, как рубрики WordPress. И сразу добавлю... Добавлю house. Так, две категории есть. Обязательно создать категории. Без категории не получится вывести альбомы. Вот label не обязательно создавать. Label — это что-то вроде студии, которая официально выпустила трек музыкальный. Ну, насколько я знаю, так это называется. Я создам label. Пускай это будет просто demo.l. Ну, как будто такой есть label. Просто посмотрим, где он добавляется. Здесь тоже можно создать label. Неограниченное количество. Так же, как и категорий. Теперь я захожу. Альбомы. Альбомов нет. Нажимаю вот на эту кнопку. Добавить альбом. Давай сначала разберемся с колонкой здесь. Вот для удобства я зажимаю левой кнопкой мыши вот этот блок. «Изображение записи». Помещаю наверх, чтобы удобно просто было. Здесь мы загружаем постер музыкального трека или альбома. Давайте сразу это и сделаем. То есть вы можете с компьютера выбрать картинку. Картинки изначально желательно, чтобы они были одного размера, каждая для каждого альбома. И желательно, чтобы они были оптимизированы, ужаты в минимальный размер, чтобы не нагружать сайт. Об этом я много уже говорил. Также можете в интернете поискать сервисы, которые ужимают картинки. Вот я выбираю картинку. «Установить изображение записи». Дальше смотрите. Вот это вот категории, которые мы только что создали. Мы можем прямо отсюда их создать. Вот по этой ссылке, да? Или назначить. Вот, допустим, этот трек относится к стилю электро. Категория. Дальше. «Албум лейблс». Пускай этот лейбл относится к этому треку, который я хочу добавить. Соответственно, также вот здесь по ссылке «Add album label» вы создаете. То есть прямо отсюда можно создать лейбл. Дальше. Вот в область контента сюда вы можете решить, что вы будете добавлять. То есть здесь добавляется описание трека. Опять же, откуда будете вы трек добавлять? Я предлагаю сервисы SoundClub. Вот этот сервис. Я беру абсолютно любые какие-то треки. Можно чужие взять. Если у вас своя музыка, вы сюда ее загружаете. И потом ссылку возьмем отсюда, чтобы разместить ее на сайте. Либо вы хотите прямо на сайт загружать своим p3-файл. Но я уже предупреждал, что для этого должен у вас быть мощный сервер. Чтобы сайт легко открывался и треки проигрывались легко для большого количества аудитории. Если у вас такая аудитория есть. Но пока вы только начинаете, лучше со стороннего сервиса использовать треки. Интеграция этого шаблона MusicPlay есть вместе с этим SoundClub сервисом. Сюда просто треки заливаете. А пока тренируйтесь. Если у вас нет треков, вы можете любой трек на этом сервисе найти. Вот этот адрес, если вы еще первый раз только. SoundClub.com Переходите. Это всемирный такой сервис по музыке. Разный. Можно найти разные треки. И ссылки взять отсюда. То есть, естественно, если вы будете свои треки сюда загружать, вам нужно здесь будет пройти регистрацию. И этот сервис, он условно бесплатный. То есть, есть ограничения на количество объема памяти. Например, 10 треков вы зальете. И там 11 будет уже залить сюда. Невозможно. Или придется оплачивать еще здесь SoundClub. Вот это хранилище, так скажем. Возвращаемся в настройки нашего шаблона, где мы добавляем трек. Смотрите, у вас, чтобы не путаться, вот так вот можно сворачивать вкладки. У вас вот так вот будет все развернуто, скорее всего. Это будем разбирать все. Вот так можете кликнуть, чтобы свернуть. Нам нужна пока только вот эта вот опция. Ее и рассмотрим. Вот здесь как раз мы решаем, как мы загружаем трек. Смотрите, если Media Upload, то есть есть кнопка «Загрузить» прямо сюда на WordPress, музыкальный трек, и он будет проигрываться с вашего сайта. То, что я не рекомендую делать. Потому что будет нагружаться. Хостинг, если будет много проигрываний одновременно. Ну и хостинг быстро забьется, если у вас там, например, 10, там, 20, 50 гигабайт, выделенные вместо на хостинге, оно быстро очень забьется. Поэтому лучше использовать сервис. И вот как раз таки вот здесь SoundCloud выбираем. Вы видите, ниже поля меняются. Это самый такой лояльный, оптимальный вариант. И есть еще вот такой вариант, где вы можете вставить какой-то URL, также со стороннего какого-то сервиса на MP3. Title — это заголовок к этому MP3. Здесь можно повесить дополнительную ссылку для скачивания. Это может быть скачать демо или с каким-то урезанным битрейтом, если трек платный. Ниже можно повесить ссылку на покупку данного трека. Эта ссылка может ввести на какой-нибудь платный сервис музыки, там, битпорт и так далее. И дополнительная информация. Мы будем рассматривать с вами только SoundCloud. SoundCloud Title — это заголовок трека. Но и здесь у нас есть заголовок. То есть, например, вы трек какой-то выбираете. Вот я выбрал вот этот трек. У него есть название, да? Ну, пускай это будет вот Best, лучшие треки Touch House. Ну, неважно уже сейчас. Сейчас просто для примера. То есть заголовок. Я вставляю сюда заголовок трека. По идее, Sound Title — здесь может быть что-то другое написано, но я вставлю тот же заголовок. Здесь нам показывают. Вставьте URL. Смотрите, вот наш трек. Здесь под ним есть кнопочки. Есть кнопка Share. Поделиться. Кликаю по ней. Есть такая ссылочка. То есть, именно на этот трек я беру ссылку с сервиса SoundCloud. И вставляю его здесь. SoundCloud ID — идентификатор. Можете какой-то свой произвольный идентификатор треку придать. Вот даже на этом уровне мы с вами сейчас нажмем здесь вот «Опубликовать». Далее нам придется пройти в страницы. Дальше уже делаем страницы, добавляем под стили музыки. Я делаю, значит, под стили электро. Здесь я обязательно выбираю альбом в три, ну, например, в четыре колонки. Опубликовать. И добавляю еще. У меня есть House. Название придал. Здесь тоже четыре, ну, может быть, три-две, сколько хотите, на разных пунктах. Итак, страница создана. Теперь я иду в меню. Страницы здесь находим, да. Электрохаус выделяю. Добавить. И перетаскиваю мышкой. И немножко вправо. Это под пункт меню будет. И House. Вот так вот делаю. Просто перетаскиваю. И сохранить. Идем на сайт, обновляемся. Вы видите, я навожу мышь на музыка. И всплывают под пункты меню. Электрохаус. В электро мы добавляли уже альбом. Я сюда перехожу. И у нас с вами на первом этапе все получается. Нам надо будет скрыть потом здесь еще вот эти вот архивы, рубрики. Это все стандартно идет у нас от нашего WordPress. И здесь надо будет по-хорошему добавить хотя бы тестовых несколько альбомов, чтобы мы смогли общую картину видеть и настраивать это дальше. Мы видим альбом, но видим только обложку и название, и название лейбла. Мы можем зайти внутрь. Видим трек. И нас перебрасывает на SoundCloud. Если вам такой вариант устраивает, то пользуйтесь. В наше время сейчас стало не все так просто с этим SoundCloud. Дело в том, что раньше так это работало. По клику по кнопке Play это проигрывался трек с сайта. Снизу у нас появлялся плеер. Давайте его сейчас посмотрим. Это настройки шаблона дальше Player Option. Мы здесь, конечно, затронем более подробно в следующих видео. Чтобы плеер появился, нужно вот здесь поставить галочку. Включаем плеер. В самом низу кнопка Сохранить. Сейв кликаем. Обновляем страницу. После этого у нас появляется внизу такая вот нотка. По клику у нас всплывает плеер. Его можно полностью настроить. Так вот. По клику по плею, по идее, плеер выскочил, но музыка не играет и не заиграет. Именно вот по ссылке, когда мы берем SoundCloud. Дело все в том, что SoundCloud изменил свои все вот эти параметры. Теперь нам нужно получать ID-индификатор SoundCloud и прописывать его в это поле. И не так все просто здесь. Дело в том, что нужно будет создать приложение IP на SoundCloud. То есть не только простая регистрация здесь, но и создать приложение. И выяснилось, что временно они приостановили создание новых приложений. Ну, в общем, какая-то здесь морока получается. Что мы сейчас вот так легко использовать не можем. Интеграцию с шаблоном Music Place с сервисом SoundCloud. Если только вы ранее создавали это приложение. Ну, в общем, у меня этого приложения нет. Я веду сейчас переписку с службой поддержки SoundCloud. Пока они мне не отвечают. Как только это прояснится вопрос. Я, естественно, об этом запишу подробный урок. Как получить ID, как вставить и чтоб проигрывалось. То есть пока этот момент я пропускаю. То есть вот так вот по прямой ссылке проигрывать с сайта у вас не будет. Если только вы знаете, как это делать, как получить этот идентификатор. Может быть, как бы опередим вот эту переписку со службой поддержки. Я буду очень рад, что вы напишите об этом в комментариях под этим видео. Чтобы я просто быстрее в этом разобрался и записал об этом урок. Но мы можем все равно вставить композицию немножко обходным путем. То есть, смотрите, нужный трек. Share. И здесь есть вот такая кнопка. И iFrame. Полностью выделяем, копируем. Выглядеть будет, конечно, по-другому. И не будет это проигрываться вот это с нижнего плеера. Но будет прям в альбоме находиться. Возможно, по дизайну не очень понравится. Но это как вариант. Вот я перехожу сейчас в альбомы. В тот альбом, который я... Прямо сюда, вот в описании, где у нас описание, мы вставляем. Только здесь я выбираю текст. Вставляем iFrame. Вот так вот целиком. И здесь это будет вот таким плеером. Обновить. Обновить. То есть, только так. Например, здесь мы не будем использовать ничего. Отсюда будет играть. То есть, отсюда играет у нас трек. Но это смотрится некрасиво. Я бы у себя так не стал использовать. Поэтому рассмотрим в следующих видео другие варианты использования музыкальных файлов непосредственно через Media Uploader. То есть, загрузить файл непосредственно на сайт. То есть, как это будет выглядеть. Посмотрим в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok